Они считают каждую копейку, но не отдают себе отчет. Их голос стоит миллионы. Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Получив свою гречку, украинские пенсионеры потом наблюдают, как пилят бюджеты, теребанят землю. И максимально опускают прожиточный минимум. Мы вместе с президентом приняли решение о необходимости повышения социальных стандартах. Политтехнологи выискивают новые тропы к сердцу доверчивых бабушек и дедушек. Ведь 13 миллионов украинских пенсионеров по звонку готовы идти на выборы. В этом общежитии на окраине столицы проживают студенты из института Драгоманова. Будущие педагоги заметили, почти всем проживающим тут пенсионерам пришли письма из администрации Кличка. Раскрашенные в партийные цвета конверты выдавали лично в руки. Молодежь, желая разобраться, что шлют их старикам, изучает содержимое. Внутри конверта обращения Виталия Кличко к столичным пенсионерам. Известный боксер решил пробить голову электорату отчетом про успешное повышение зарплат учителям и врачам, а также великодушно отправить единоразовую денежную помощь в честь праздника. Незважаючи на нестечу коштів, я подписал распоряджение щодо надания вам материальной допомоги с нагодой Международного дня людей похилого века. Кошти уже перерахованы на вашу картку або надислано поштовым переказом. Мы показываем письма счастья киевскому активисту Виталию Черняховскому. Он подтверждает их подлинность. Такие же поздравления раздавались пожилым людям и в других районах Киева. Деньги на эту великодушную программу идут не из кармана боксера-миллионера. Он дарит старикам средства из госбюджета по личному мерскому указанию. Она приурочена приближающейся дате 1 октября 2015 года. То есть она не просто так сделана. Она сделана, значит, люди смотрят календарь, открывают календарь и смотрят, как можно подкупить избирателей. Доказать, что это подкуп избирателей в суде практически невозможно, уверяет активист. На внеочередных парламентских выборах в Чернигове укроп открыто выдавал сухпайки пенсионерам. Первый раз я получила гречку, получила сахар. Фемида так и не увидела в этом нарушение. Видно в типовом обществе. По подсчетам активиста, только в Киеве проживает около полмиллиона пожилых людей. Их поддержка дает реальные шансы на победу любому кандидату. Поэтому в борьбе за их голоса в методах не церемонятся. Ну реально это подкуп, но ни один кандидат, ну как бы к ним мы не относились, я утрирую, допустим, Геннадий Корбанов, Сергей Думчев, Борислав Береза. Они не имеют возможности за счет, подписав распоряжение на бланке, выдать деньги сотням, фактически тысяч людей. Сколько денег перепадет старикам, в письме почему-то не уточняется. Мы отправляемся на поиски счастливых обладателей Кличковских конвертов. Для более откровенного диалога представляемся работниками Киевской администрации. Представляем Киевскую администрацию, хотели бы поинтересоваться, вам приходили вот такие вот рыбоклеты? Здравствуйте, я извиняюсь, минутку в вашем времени заберу, я из Киевской городской администрации, хотел просто поинтересоваться, вам приходили вот такие вообще буклеты? Приходили, мне пришло от Кличко. От Кличко, да? Да, да. Перевели вам денежку, скажите, пожалуйста? Да, перевели. Да, а сколько? С него. Приходили вам на карточку? Приходили, да? Приходила, я уже получила. А сколько получили? 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен. 100 гривен. А вам раздавали такие вообще буклетики? Да, в ящиках было, кажется. Да, ага, то есть вам пришли деньги, все? Да, пришли, да. Деньги, 100 гривен, да. С таким опросом объезжаем несколько жилых районов. Такое впечатление, что не получивших конверты от мэра просто нет. Листовки вам приходили? Вот такие? Да. Приходили. А нам еще обещали по радио, сказали, что должны быть до... Я захис на кавичезный будь? Да, 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 да. То есть тут на кавичезный, как все бывает, чуете? Да, да, да. А, конечно, мне того, кому добавляют. У кого только минимальная. А нам особейшие годы не добавляют. Мне 1200. А у кого 249, то ему добавят. Все дорожает. А пенсионер не надо. Продукты сахар будут в конце года 25 гривен, гречка будет 30. А что он нам ничего не добавляет? Он рисует, что он добавил пенсию на 13%. Кого он добавит? Кто не робил, кто сидит на лавочке. Кто пробил голоса за 50 гривен, то мдуля. Пенсионерки уверяют, свой голос продавать не станут. Разве что отдадут тому, кто счетчик в дом поставит. В общем, так и передайте. Хорошо, я понял. Я хочу чеки поставить, будем голосовать. Будем голосовать. Не поставить. Витя, повечеркаем уси. Мы знаем, что вы расслабляете жалкостям и хорошую допомогу. Вы так проходитесь. Скажите, пожалуйста, это уже начало агитационной кампании? Мэра подозрения журналистов расстраивают. Он ведь не ищет выгоды и помогает бескорыстно старикам. Тем более Кличко уверяет, что совесть ему не позволит накручивать свой политический рейтинг за государственный счет. Я могу одно сказать. Чтобы я сейчас доброго не делал, поклали асфальт, поменяли тротуары. Мои оппоненты будут все принимать, как Кличко делает агитационную программу. Я делаю свою работу, которую должен делать, как городский глава. Знаете, что? Киян самое важное. Это должно понравиться Киянам. Если политическим оппонентам не понравится, то пусть они всем ходят и рассказывают, жалкостям на это. Малообеспеченные киевляне не впервые получают денежные вознаграждения от городской власти. Такую методику дружбы с горожанами практиковал еще Леонид Черновецкий. В своих письмах он извинялся за действия власти и периодично подкармливал электорат сотней гривен. Полтора месяца назад, ко дню независимости, Кличко выделил по 350 гривен членам каждой семьи, где есть погибший участник АТО, и 350 гривен родственникам небесной сотни, 250 гривен детям-сиротам и по 100 гривен неработающим пенсионерам. Таким образом, из городского бюджета разошлись порядка 40 миллионов гривен. Насколько эффективна такая политика мэра, особенно за месяц до выборов, должны решить сами же избиратели. Но, как показали выборы в Чернигове, не всегда тот, кто кормит, получает победу. 8 октября 2015 года киевские власти заявили об отсутствии необходимых денег для погашения внешних займов и объявили технический дефолт. На сегодняшний день долги столицы составляют 18 миллиардов гривен.